Тагуардиан, Великобритания, Иран сбивает американский беспилотник. Патрик Уинтур, Тагуардиан, Великобритания. 20 июня 2019 года. Тегеран заявляет, что американский разведывательный беспилотник летел в его воздушном пространстве. Обстановка накалилась до предела из-за недавнего нападения на танкеры. Иран сбил американский беспилотник в Армузском проливе, обвинив Вашингтон в нарушении суверенитета Ирана и в попытках нагнетания напряженности в регионе. Командование корпуса стражей исламской революции, КСИР, в четверг заявило о том, что ракетой класса «Земля-воздух» был сбит американский разведывательный беспилотник, который якобы проник в воздушное пространство Ирана. Американские военные подтвердили, что один из их беспилотных летательных аппаратов действительно был уничтожен. Однако они заявили, что дрон находился в международном воздушном пространстве. По словам представителя Пентагона, беспилотник МКЮ-4С «Тритон» принадлежал ВМС США. На прошлой неделе американские военные обвинили Иран в ракетном пуске по другому дрону, который был запущен после нападений на танкеры в Оманском заливе. Напряженность в заливе усиливается с 13 июня, когда Соединенные Штаты обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе с использованием минуты. Американские военные показали видеозапись, заявив, что на ней видно, как иранские военные убирают неразорвавшуюся мину, подойдя на катере к борту одного из танкеров. Кроме того, в Ираке якобы по наущению Ирана были совершены нападения на американские нефтяные и военные объекты, а повстанцы Хусида обстреливают Саудовскую Аравию из все более современного оружия. Иранское государственное информационное агентство сообщило, что был сбит беспилотник RQ-4 Global Hawk. Беспилотник был сбит после проникновения в иранское воздушное пространство неподалеку от района Кухмабарак на юге страны, отмечается на веб-сайте XIR. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, Али Шамхани, в среду заявил, что Тегеран будет отвечать на любое вторжение в его воздушное пространство или территориальные воды. Шамхани подчеркнул, что Иран надежно защищает свои воздушные и морские границы, назвав воздушное пространство своей страны красной чертой. «Неважно, чей самолет ее пересекает, мы всегда давали и будем давать решительный отпор нарушителям границы», — сказал он. По его словам, Иран является гарантом безопасности в Персидском заливе и в Армузском проливе. Председатель Иранского парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Хешматолов Аллахатпише Эшматолов Аллахатпи, призвал правительство страны подать жалобу в ООН на предполагаемое вторжение американского беспилотника на ее территорию. Он сказал, вторжение американского дрона в Иранское воздушное пространство является явным нарушением устава ООН и национального суверенитета страны. Вашингтон и Тегеран настаивают на том, что хотят избежать войны в условиях роста напряженности между двумя странами, что стало следствием решения США о выходе из Иранского ядерного соглашения в мае 2018 года. Но сегодня усиливаются опасения по поводу того, что случайная череда событий может привести к эскалации, а в конечном итоге к военному столкновению. Дрон был сбит как раз в тот момент, когда американского президента Дональда Трампа информировали о подробностях другого инцидента, ракетного удара по Саудовской Аравии, который, по всей видимости, был нанесен с территории имена хуситами, пользующимися поддержкой Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в среду по поводу этого ракетного удара. Мы внимательно следим за ситуацией и продолжаем консультации с партнерами и союзниками. Тесно связанные с Ираном еменские хуситы в конце 2014 года свергли признанные на международном уровне и пользовавшиеся поддержкой судитов правительства. В последние недели они все чаще наносят удары по саудовским гражданским, военным и нефтяным объектам с применением ракеты беспилотников. Саудовская Аравия утверждает, что хуситам помогают иранские советники и специалисты. Недавно Соединенные Штаты направили на Ближний Восток авианосец и дополнительные войска, которые усилили находящуюся там группировку численностью в несколько десятков тысяч человек. Иран заявил, что после 27 июня он не будет соблюдать ограничения по запасам урана, которые оговорены в ядерной сделке. Это может привести к новым требованиям США о том, чтобы страны С. Франция, Германия и Британия присоединились к Америке и тоже вышли из этого соглашения. Иран заявляет, что будет постепенно отказываться от выполнения условий соглашения в ответ на удушающие экономические санкции, введенные против него Соединенными Штатами. 28 июня в Вене состоится заседание совместной комиссии, которая следит за выполнением совместного всестороннего плана действий и объединяет представителей Ирана, трех стран ЕС, Китая и России. ЕС призывает Иран отказаться от дальнейших шагов по выходу из сделки и может запустить механизм рассмотрения споров, которые предусмотрены условиями СВПД. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.